Мы будем продолжать законы Тля-Дя-Дайм. Как мы вчера говорили, мыть руки – это очень главный закон, это надо делать. В Талмуде Эрувейн, в странице 21-го, пишет, что Раби Акива попал в тюрьму. И Раби Ешуа, солдаты принесли пить воды, и Рабаев взял воды и начал мыть руки. Раби Ешуа сказал, Раба, Раба Акива, что вы делаете? У вас даже пить не хватает, это, говорит, воды, а вы моете, говорит, руки. Вот отсюда Гамара говорит, что мыть руки – это очень большой хью, и это надо делать. Вопрос задали в Шуханарухе, человек попал в пустыню, в Мидбар, или Маком Сакана, не знает, что делать, что ему делать. Шуханарух, Пишмара Бейдё Сеев, что мыть руки не надо, можно спокойно, можно кушать. Наши Рабаи говорят, что хлеб просто кушать нельзя. Возьмите какой-то напкин, заверните этот хлеб в напкин и кушайте через напкин, чтобы ваши руки хлеб не трогали. Вопрос, какой должен быть размер между вами и водой, чтобы можно было взять напкин, взять его хлеб и его кушать. Ответ – 4 миль. Миль на гибру – это будет примерно 2-4 минуты каждый миль. Это по закону Рабама. Шуханарух пишет 18, значит умножить 4 на 18, сколько это будет? 72 минуты. Если от вас ходьбы доводы больше, чем 72 минуты, вы можете взять хлеб в напкин и его покушать. Если меньше, чем 72 минуты, тогда вы должны пойти и помыть свои руки. Также Гамара пишет, что человек, который руки не моет, у него будет беннидуй. Нидуй – это значит excommunication, бойкат. От кого бойкат? С того мира. Значит, ваши молитвы не проходят в тот мир. Второй человек, который руки не моет, написано, что он будет они. Они в тегешке? Камбагал – бедный. Откуда мы знаем? Возьмите три последнего слова. Аль, нитиля, ядань. Айн, ну, ют. Как он читается? Они. Он будет бедный. Третья, говорит Гамара, не кармина олам. Это значит, с этого мира его Бога это возьмет, говорит. Дурам вошли на ежмем урая. И, понимаете, там отсюда видно, что мыть руки работает, это очень большая митцва. И это Аллаха, которую надо делать. Когда спросили рабе Акива, говорит, рабай, почему вы так руки моете, вы не пьете? Он сказал, я не хочу идти против слов моих друзей. Что это значит? Потому что мыть руки – это не закон Торы, это закон Равинов. Он сказал, если я еще не помою руки, я пойду против моих друзей, которые сделали этот закон так она, чтобы вот такая же мыла свои руки. Значит, вот, а если надо мыть руки, вопросов нет. Сначала надо мыть руки, потом надо пить. Вот это наш главный. Руки мыть – это очень обязательно. Если, конечно, воды нету, вы находите в месте, где нет воды. Это невозможно найти. Мы берем напкин или рубаш или что-то, это завернут хлеб. И ее надо пакушить. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok